Депутат Госдумы Алена Аршинова побывала в Кугейской коррекционной школе-интернате. Что необходимо для того, чтобы дети, не живущие в семьях, могли почувствовать себя полноценными членами общества с равными возможностями. Об этом и многом другом шла речь. Ребята, которые живут и учатся в Кугейском интернате, не могут обучаться в обычных школах в силу особенностей своего развития. Но это не означает, что они должны быть ограничены в своих возможностях, которых немало. Например, многие добиваются хороших спортивных результатов. Есть творчески одаренные дети. Картины выпускника прошлого года неоднократно занимали призовые места на всероссийских и республиканских конкурсах. Алена Аршинова поддержала ребят в их стремлении к самовыражению, пожелав только, чтобы они не позволяли вредным привычкам брать верх над характером и дисциплиной. Еще Алена Игоревна посоветовала шире использовать возможности интернета в учебных целях. Все же мы на протяжении всей жизни учимся. И образование нужно, вот это самое главное, не то, что вот в школе учиться, а больше читать. Вот сейчас в интернете есть просто все. Просто все. И вот это тоже вам решает, на что вы тратите время, которое вы проводите в интернете. Очень важно не останавливаться на достигнутом, постоянно расширять круг своих интересов, заметил депутат Госсовета Чувашии доктор Николай Николаев. На дощечке можно нарисовать сначала какую-то картинку, карандашом, а потом эту картинку обводить специальным вот таким выжигательным аппаратом. И даже можно будет потом раскрашивать цветными фломастерами эту дощечку. И будет очень красиво. А если еще и сверху лаком покрыть, будет вот такая красота, которую можно будет потом приехать на каникулах, подарить своим друзьям, родственникам, родным, близким. Гостям показали и спортивные залы, учебные классы, и игровые комнаты, где с ребятами занимаются волонтеры из педагогического университета. Члены отряда корпорации «Добра» регулярно навещают маленьких жителей – детдомов, интернатов, социальных центров. Мы хотим поделиться своим опытом, хотим научить их тому, что знаем сами, и хотим научиться от них чему-то. Ведь и дети, и взрослые должны учиться друг от друга. Мы хотим дать им понять, что они не одни, чтобы они были счастливы и смогли развиваться. Алена Аршенова обсудила с педагогами школы-интерната различные вопросы, в том числе и возможности усыновления. А здесь учатся как ребята из полноценных семей, так и сироты. Депутата Чувашии рассказала, что работа над нормативными актами, предусматривающими увеличение выплат усыновителям детей-инвалидов, а также сохранение квот на лечение за такими ребятами, идет полным ходом. Долгое время, конечно, в нашей стране были такие проблемы, из-за которых иногда был дефицит внимания таким детям. И, конечно, сегодня это нужно в максимально сжатые сроки исправить и преодолеть. Елена Гальперина, Алексей Иванов, Александр Петров. Республика.